Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Спасение утопающих. Сотрудники полиции в канун своего профессионального праздника вытащили из воды целую семью. Реконструкция центра Махачкалы. На улице Каркмасова в разгар ремонтной работы. Погода не радует. В Дагестане усилился ветер. МЧС предупреждает о шторме. Спасение утопающих – дело рук полицейских. В канун своего профессионального праздника во время патрулирования в Махачкале сотрудники ППС лейтенантом Дула Магомедов и старший сержант Руслан Магомедов увидели, как автомобиль опрокинулся в канал имени Октябрьской революции. Правоохранители, не теряя ни секунды, бросились на помощь. В машине оказались женщина и трое детей. Все подробности происшествия у Ассель Манаповой. Автомобиль с женщиной с тремя детьми упал в Махачкалинский канал имени Октябрьской революции. На маршруте своего патрулирования на улице Ахульго машину заметили полицейские. После службы, направляясь по улице Ахульго, заметили машину, которая упала в воду. Мой напарник, не задумываясь, прыгнул в воду для того, чтобы спасти девушку и малолетних детей. Также гражданские помогали в этом деле, за что спасибо огромное им. Спасенным детям 3, 9 и 11 лет и их матери, управляющей автомобилем, сотрудники полиции оказали первую помощь и доставили пострадавших в ближайшую больницу. После падения в водоканал были доставлены мать с тремя детьми в тяжелом состоянии. Благодаря опытным оказанию первой медицинской помощи, дети на данный момент находятся в стабильном состоянии приемно-диагностическое отделение. После дежурства полицейские навестили семью. Женщина поблагодарила сотрудников за спасение детей. Теплые слова признательности высказал также их дедушка. Внуки мои с дочкой попали в аварию, то есть машина перевернулась. Эти ребята спасли внуков моих. Я бы хотел выразить искреннюю благодарность за спасение моих внуков, дочке и тем, кто помогали в этих вопросах. Ребята, от души спасибо. Я думаю, что в связи с вами вашим заслугам. Сейчас в МВД России решается вопрос о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы полиции Дагестана Руслана Магомедова и Абдуллы Магомедова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Осель Манапова. Новости ННТ Махачкала. С профессиональным праздником сотрудников полиции региона поздравил Сергей Меликов. Глава Дагестана принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику погибшим сотрудникам правоохранительных органов на аллее около МВД республики. К другим темам. В Дагестане продолжается ремонт автодороги Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка. На объекте уже полностью завершены земляные работы и установлены искусственные сооружения, сообщает Минтранс. На данный момент идет укладка асфальта. Отметим, что дорога соединяет населенные пункты Ботлихского, Хунзахского и Гергебельского районов, а также обеспечивает выход на Чеченскую республику. Напомним, реконструкция транспортной магистрали проходит по прямому поручению главы государства Владимира Путина. Столица меняет свой облик. В Махачкале продолжается благоустройство улиц. Работы ведутся на улице Каркмасова. Здесь уже начали замену инженерных сетей. В какие сроки уложатся ремонтные бригады, узнавал Карим Даниев. Ему слово. Широкие тротуары, хорошее освещение и электросети под землей. Такой будет улица Каркмасова после капитальной реконструкции. Рабочие на сегодняшний день уже заменили 360 метров водовода. Как только будут проведены работы по замене коммуникаций на участке по улице Каркмасова, это в первую очередь замена и установка новой системы водоотведения, ливневой канализации и замена электрического кабеля с перекладкой кабельной канализации. Порядка 11 километров будет проведена подготовительная работа под укладку асфальта. И подрядная организация, которая проводит работу по асфальтированию улицы Каркмасова в рамках программы безопасной качественной автомобильной дороги, присутствует к своим работам. Нормализация дорожного движения сейчас стоит в приоритете. После замены инженерных сетей в первую очередь уложат асфальт на участки, а уже затем приступят к установке расширенных тротуаров и столбов освещения. Работы ведутся в ускоренном темпе. Уже, в принципе, весь материал закуплен и асфальт закуплен полностью на весь объем подрядной организации. Постараемся в кратчайшие сроки, в сжатые сроки данную работу провести для того, чтобы наши горожане не испытывали дискомфорта в передвижении по центру города Махачкалы. В мэрии Махачкалы уверены, что после завершения реконструкции махачкалинцы получат удобную для пешеходов улицу, аналогов которой в городе нет. Она будет соединена со сквером Фазуалиевой, где также вовсю идут ремонтные работы. Карим Даниев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Усиление ветра и штормовое предупреждение по Приморским районам объявлено сегодня в Дагестане. По данным Росгидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов ожидается усиление северного, северо-западного ветра до 18-23 метров в секунду с дальнейшим усилением. Высота волн 3-3,5 метра, сообщают синоптики республики. МЧС Дагестана рекомендует переждать сильный ветер дома. А если во время шторма оказались на улице, то как можно дальше находиться от легких построек, линий электропередач, деревьев, рекламных счетов и баннеров. Единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112 и 101. Главный приз «Автомобиль» Муфтия Дагестан объявляет о всероссийском конкурсе на лучшее знание книги шейха Хасана Фанди из Кахиба Аль-Буруш Аль-Мушаяда. Знатоки будут соревноваться на арабском языке. Победитель получит главный приз «Автомобиль» Лада Гранта. Участвовать может любой желающий. Возраст не ограничен. Конкурс пройдет 4 и 5 декабря в медресе селения Ассаб Шамильского района. Цель мероприятия – просвещение и духовно-нравственное воспитание молодежи. В организации также принимает участие администрация села Ассаб. Акцию по благоустройству территорий туристически важных маршрутов в Ахтынском районе провели волонтеры культуры. Перед началом субботника для активистов была организована экскурсия по достопримечательностям района. После чего, не разделившись на две группы, очисли от мусора территории возле моста Уста-Идриса и горы Келес-Хев. После работы участники акции устроили фотосессию на фоне красивых пейзажей и весело провели время. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Общественные инспекторы охраны культурного наследия». Дагестанцы в Эмиратах – международной книжной ярмарке, которая прошла в культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов в городе Шарджа, приняли участие дагестанские писатели и публицисты. Мурад Ахметов и Гамзат Изудинов приняли участие в презентации «Онтологии малой прозы», изданной в рамках программы поддержки национальных литератур народов России. Представители Дагестана рассказали о литературе горного края, его истории и современности. Кроме писателей Северного Кавказа, на ярмарке также представлены книги современных авторов Поволжья и других регионов России. И о спорте. С чемпионата мира по боксу, проходившего в Белграде, вернулись дагестанские мастера кожаной перчатки. Мусаев и Бижамов стали обладателями серебряных медалей. Шарапудинатаев выиграл два боя, а в третьем раздельным судейским решением уступил представлявшему азербайджанку Бинсу Альфонсо Домингесу, имевшего за плечами победу на Евроиграх и Бронзу Олимпиады в Токио. Боксеров в Махачкалинском аэропорту встретили друзья, родственники, болельщики, представители Федерации бокса и все те, кто болел и переживал за них. Напомним, все трое завоевали право представить страну на международной арене, выиграв в этом году чемпионат России. Прошедшие в Белграде статусные соревнования стали для воспитанников дагестанская школа бокса первыми в их карьере. В финале еще настроился на первое место и как-то что-то не получилось, а так очень красивый чемпионат, круто, нас очень поддерживали в Сербии, россиян, Дагестан, ребят было много. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!